Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. И для тех, кто будет смотреть это в записи, сразу же скажу, что сегодня мы будем говорить с вами о сознании и подсознании. И не спешите переключаться, потому что сегодня вы узнаете и лучше разберетесь не только в том, что это такое, а каким образом то, что находится в нашем сознании, то, что находится и поступает в наше подсознание, влияет на нашу с вами жизнь. И каким образом именно благодаря сознанию и подсознанию мы с вами создаем ту реальность, которая у нас есть, а следовательно, можем ее менять. Поэтому сегодня будет очень интересно. Даю буквально совсем немного времени на то, чтобы все смогли присоединиться. Всем здравствуйте! Добиваю несколько бокальчиков, бокальчиков, глоточков. У меня, кстати, в руках чашка с сингапурского отеля Marina Bay Sense. Вы, наверное, о нем слышали. Это отель, который вот стоит два здания вот здесь. И сверху пересекает большая такая площадка, часть из которой больше это бассейн. Он очень популярный во всем мире. Люди, которые приезжают. Мы летели на Бали и на несколько суток остановились в этом отеле для того, чтобы вот вид такой лодочки. И, кстати, это одна из самых удачных чашек в моей жизни, потому что уже ей приличное количество лет. Мы летали, у меня еще не было младшей дочери, а младшей дочери уже 6 лет. И с чашкой ничего не случилось, но очень классно. Все, реклама чашки окончена. Вы присоединились, это хорошо. Итак, повторюсь. Мы сегодня с вами говорим о сознании и подсознании. Мы очень часто употребляем эти слова. Но многие люди не понимают, что это такое. И не понимают вообще, каким образом это с нами работает. Мы путаем часто, что такое сознание, что такое подсознание. Нафига нам это все надо? Поэтому сегодня на обычном русском человеческом языке я постараюсь вам объяснить. Но для того, чтобы мы с вами дошли до сознания и подсознания, я хочу начать с самой ключевой мысли. Мысли. И мысль – это то, что я хочу сказать. Что такое мысль? Мы с вами постоянно находимся в процессе мышления. У нас с вами в голове огромное количество информации. Это мысли. Мы думаем, куда пойти, что сделать, какой канал переключить, тепло, холодно, я хочу что-то сделать, купить. Мне нужно забрать ребенка. У нас бесконечное количество мыслей. То, как я себя чувствую, ощущаю, это все мысли. И вокруг нас это количество этих мыслей, огромное количество, потому что у каждого человека есть мысли. Мысль, если мы с вами рассмотрим нашу Вселенную не как реальность, которую мы с вами видим, наш мир, а рассмотрим с точки зрения квантовой физики, то я уже говорила, что с точки зрения квантовой физики, это уже доказанная информация, все вокруг есть энергия. Все вокруг, абсолютно. И если в реальном мире мы с вами видим, что я девочка, это кофта, это тетрадка, это чашка, то в квантовой энергии мы видим все, как сзади меня находятся огоньки. Все в виде энергии. Если бы мы с вами открыли такие, знаете, очки специальные на деле. То есть у нас с вами все было бы в виде вот таких вот искорок. И каждая наша мысль, по сути, выглядит в квантовом мире как энергетическая вибрация. Короче, как какая-то жердочка, бусинка, полосочка какого-то определенного цвета. Так вот, все, каждая абсолютно наша мысль имеет энергетическую вибрацию. Некий такой себе рисунок. И эта энергетическая вибрация есть такой себе нашей энергетической подписью. Она имеет отношение к каждой нашей мысли, к нашим убеждениям, к нашим ощущениям. Мы с вами имеем за счет этого некую энергетическую вибрацию. Когда мы злые, когда мы добрые, когда мы чего-то хотим, у нас есть на каждую нашу эмоцию определенная вот такая энергетическая вибрация. Она есть не только у нас, но и у других людей. И для того, чтобы понять немножко, как это работает, помните, когда вы встречаетесь с человеком, и вы его обнимаете, или вы с ним разговариваете, и вы говорите, человек, от которого не могу оторваться, с ним так хорошо, мы с ним все всегда понимаем на одном языке, мне с ним тепло, мне хочется вот понимать, что он называется, мой человек. Или наоборот. Когда мы смотрим с вами, к кому-то подходим, человек ничего плохого нам не делал. Он что-то рассказывает, объясняет. Может быть, он даже очень хороший, но он не наш. Он для нас чужой. Он нам энергетически неприятен. И мы очень часто употребляем вот эти фразы энергетически, но мы не можем этого объяснить. Вот я вам объясняю, что это такое. Это наш заряд. То есть мы имеем вот такие заряды. Точно так же, как в физике, с которой у меня, кстати, были отвратительные отношения. Но мы помним с вами, что есть частицы, которые притягиваются, а есть, которые друг от друга расходятся. Если бы мы взяли с вами магнит, то до сих пор это чудо. Почему мы эти магниты не можем соединить? Вот то же самое происходит у нас. И наши мысли, по сути, которые у нас все время есть, а если мы с вами бы проанализировали, вот провели с вами, знаете, как социальное исследование на мысли, то мы бы с вами уверили, что у нас есть определенный набор мыслей. Точно так же, как у нас есть с вами определенные маршруты, по которым мы ходим. Есть же такие места в вашем городе, где вы никогда не были. А есть те, в которые вы ходите постоянно. Есть люди, с которыми вы общаетесь, их какое-то небольшое количество, а есть тысячи других людей, с которыми вы никогда не разговаривали. Понимаете, да? Есть одежда в магазине или магазинов, огромное количество, но вы идете в определенные. То есть у нас с вами есть некий определенный наборчик. И набор наших мыслей у нас тоже определенный по нашим вибрациям. Потому что у нас есть с вами некие моменты, где мы чувствуем себя уверенно, в чем мы знаем, в чем мы хороши, и в этом мы проявляемся. Это как в университете или в школе по предметам. Помните, есть предметы, в которых вы хороши, а есть предметы, в которых вы стараетесь где-нибудь там сзади, да, что-нибудь там хорошее сделать учителю, чтобы заслужить его любовь. И он вам поставил там пятерку, в моем случае это были пятерки, и все, чтобы он тебя не трогал. То есть у нас есть с вами вот эти наборы. То же самое касается наших вибраций. Поверьте мне, если у человека есть качество уверенности, то это качество практически присуще с ним всегда. То есть я не видела людей, которые бы были смелые, а где-то бы были трусливые. Нет, есть определенные качества, которые с нами все время. И мы не можем сильно их изменить, если только намеренно над этим не работаем. Поэтому наши энергетические вибрации, они у нас наборами похожи. Вот это вот опять-таки, если нас сопоставить с какими-то другими людьми, то помните, есть люди, с которыми нам легко, мы говорим, он такой же, как я, он легок на подъем, он смелый, он любит куда-нибудь врываться в новое. А есть такие люди, которым ты говоришь, они говорят, «Ой, нет, тяжелый для нас человек». Мы точно знаем, что потанцевать с ним в пятницу лучше ему не звонить, потому что у него будет набор собаки, дети, нету детей, будет какая-то другая проблема. То есть мы знаем, что у этого человека всегда будет «нет». Вот наши мысли, наши энергетические вибрации, они у нас тоже есть в определенном наборе присущие нам. И несмотря на то, что они вроде бы меняются, но вы знаете, как говорят, что если человек хочет найти говнишка, он найдет его во всем. Помните, когда вы можете, хотите, точнее не так, бывают такие люди, что бы вы им ни сказали, они все равно найдут в этом негатив. Вот все равно. Или наоборот, они всегда говорят, «Тебя обманут». Ты приходишь, у меня есть один знакомый человек, который не понаслышке знаком с проблемой алкоголизма. Он излечился от этой проблемы, но до сих пор, если люди в понедельник не приходят на работу, будь это учитель в школе или еще где-то, этот человек всегда говорит, «Он алкоголик, он еще не вышел из запоя». И это всегда страшно смешно звучит. Особенно, когда все сидят, и тут друг, он говорит, «Он алкоголик, потому что его в понедельник нету». То есть у нас у каждого есть вот эти определенные наборы. Это понятно, ставьте мне, пожалуйста, какие-то значки. Я очень хочу, чтобы вы понимали то, о чем я говорю. Потому что, как в институте, все сидят, кивают головой, пишут конспект, нахер его писали, вообще непонятно, ничего не ясно. Я хочу верить, что вы понимаете, по крайней мере, те люди, которые находятся в эфире. Итак, это понятно, у нас есть мысли. Возвращаемся к сознанию и подсознанию. Почему мы говорим о мыслях? Потому что мысли – это, по сути, наш такой фундамент, наше строение. На мыслях у нас строится с вами абсолютно все. Наше сознание, которое мы сейчас будем разбирать, и подсознание питаются мыслями. Поэтому для меня очень важно, чтобы вы уяснили, что такое мысль с точки зрения энергии, почему я говорю, что она чем-то там вибрирует и вибрирует своим набором, который у нее есть. Значит, мы с вами рассматриваем две позиции – сознание и подсознание. Есть множество всяких примеров. Давайте я вам расскажу на двух примерах, которые мне особенно близки. Как вы помните, я мастер примеров гениальных. Значит, я бы рассмотрела так – сознание я бы вам предложила рассмотреть как приемную, а подсознание – как кабинет главного, босса, шефа. Я училась в университете культуры, и я очень много времени сидела в приемную своего ректора, чтобы попасть к нему. Вот почему-то он часто меня вызывал, я у него работала, и мне нужно было постоянно сидеть в этом коридоре. И вот есть приемная, а есть директор. Приемная – это сознание, директор – это подсознание. И второй пример, который я буду применять – это колодец. Помните, я не особо с колодцами была знакома, но мне нравится, что колодец страшно глубокий, хер вообще поймешь, что там в том колодце. Но есть ведерко маленькое, есть одно маленькое ведерко, которое мы видим – это наше сознание. И есть глубочайший колодец, мы догадываемся, что он глубокий, что он темный, но мы там никогда не были. У нас есть только мы, когда бросаем камушек, мы слушаем буль, и это дает нам возможность понять, что там что-то есть. Вот пусть для вас будет, для кого какой пример будет лучше, окей, разбираемся сознание и подсознание. Значит, смотрите, фишка в чем? Что если я прихожу с каким-то вопросом в приемную, чтобы попасть к шефу, то ясное дело, что если я пришла в приемную, то я и попаду. Не может быть так, что я пришла в приемную с каким-то определенным делом, и вдруг, чертикак, в кабинете оказалась не я, а кто-то другой. Магии не бывает. То есть в подсознание попадает только то, что было в сознании. Если вы в ведерко, простите, покакали или свонли налили, то когда вы бросите это в колодец, оно там будет. Понятно? Нету такой истории, что вы думаете, странно, откуда же в колодце взялось это говнишко, кто ж там живет и в него накакал? Никто. Живет кто-то сверху. Уяснили? Понятные примеры? Мне важно, чтобы вы очень четко понимали. Теперь давайте идти. Значит, наше сознание является таким пропускным пунктом, да, приемным, пропускным пунктом, и в большинстве своем в жизни в приемную попадает черти шо. Только в нашем случае приемная – это наш мозг, потому что к сознанию и подсознанию приходят только мысли. И вот ваш мозг, ваша приемная, ваш мозг, значит, в него рвется все. Вы включаете телевизор, а там ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды, война, тыж, убили, украли, забили. Мама кричит, о, господи, ты там что-то там не то сделал, да это, говорит, у тебя ничего не получится. Короче, полная бредятина. И вы такой, в этой приемной, всех убрали нахер, устали, и говорите, все в кабинет. И вот они все бегут к вашему шефу. А потом в вашей жизни начинается какой-то реальный пипец. И вы не можете понять, откуда это все на меня валится, Господи, почему у меня и тут проблемы, и это, и заболел. Потому что вы пропустили к своему шефу все, что только можно было пропустить. Вы в колодец наблевали, нарыгали, накидали земли туда, накидали туда трупов животных, все туда бросили, а потом пытаетесь пить оттуда и говорите, что это за колодец, что за экология. То есть пример вам понятен? Понятен, я надеюсь. Простите за блевотные примеры, но наше сознание устроено таким образом, что блевотину оно запоминает. Я не знаю почему. Оно сразу включает образы и картинки, и мы таким образом это можем запоминать. Итак, прикол в чем? Прикол в том, что у вашего подсознания, вот там вот в кабинетике, у вашего подсознания там никого нету, там уже никто не фильтрует. Вот так двери открылись, туда ворвались, в колодец кинули, никто не фильтрует. У вас только в приемной сидит тетушка, такая, знаете, но она зачастую в нашем с вами случае сидит с телефоном, как продавец. Знаете, не трогайте меня, мне платят 7,50 в час, вот не трогайте меня, мне похер там, что там, кто там прошел, продали, купили, мне вообще должен сидеть, вот мы сейчас как раз Наташа об этом говорим, у нас должна сидеть тетя, или лучше дядя, дрессированный и со скриптами. Такой, знаете себе, работник-робот, вот в идеале робот. Когда, знаете, вот я вчера была в торговом центре, события века, да, в огромном торговом центре, пипец, я до сих пор в нем не могу разобраться, он очень большой. И пока Сережа пошел там искать где-то машину, я говорю, ты иди ее ищи на улице, потому что мы не знаем вообще, с какого мы входа. Вот сюда приедешь, найди вывеску, что тут написано, и мы с детьми выйдем. И мне захотелось кофе. И вдруг я вижу, я первый раз это видела, когда стоит большая стойка, то есть не кофе-автомат, а большая стойка, где стоят больших несколько кофе-машин, стаканчики, трубочки, то есть остров без человека, где написано и терминал, и написана инструкция, поставьте стаканчик, значит, заплатите картой. Слушайте, это так офигенно, потому что там нету таблички, ушла, значит, пописять или ушла на технический перерыв, там нету очереди, потому что вот он делает одну чашку кофе и стоит 10 человек, и он эту чашку кофе почему-то делает 15 минут, потому что его вчера наняли на работу. Вообще нету этих проблем, автоматизировано. Наша задача с вами сделать автоматом, надрессировать свою тетю вот здесь. То есть это, чтобы вы понимали. Значит, еще раз, у нашего подсознания в кабинетике, в колодце, кому как удобнее, никто не фильтрует. Все наши, все, что проваливается с сознания туда, живет у нас. В чем есть опасность? Теперь, чтобы вам было понятно. Опасность заключается в том, что все, что находится в подсознании, оно вот это вот, помните, с чего вы начинали? Это что туда проваливаются? Наши мысли и наши убеждения. Вам много раз о чем-то говорили, или первый раз, вам, например, сказали, что коронавирус – это смертельная болезнь, и если вы ей заболеете, вы умрете. И у вас, вот знаете, вы прониклись этим, вы в этот момент были уязвимы. И у вас появился дикий страх. И вам это в голову провалилось. Тысячам людей не провалилось, а вам провалилось. И у вас эта вибрация находится на уровне страха. Она вибрирует. Энергия никуда не девается. Закон энергии в физике. Энергия никуда не девается, она переходит из одного вида в другой. Это все, что я помню с физики, но это правда. И она, это ваша чистота, ваша энергетическая вибрация, она находится у вас на подсознательном уровне. То есть, что такое подсознательный уровень? Вы не знаете, кто в кабинете у директора. Вы не помните. Вы уже не помните. Что в колодец набросали, вы не помните. Опасность подсознания заключается в том, что зачастую мы не помним, что там. Мы пропустили этот момент. Мы с вами это сделали бессознательно. Что такое бессознательно? Кто-то прошел, я не помню. Мы с вами в бессознательном состоянии проживаем огромное количество времени. Едешь за рулем, кто ездит за рулем, помните? Вы как-то приехали, вы не помните как. Оно уже как-то шло. Когда ты едешь, и только сидишь за рулем, ты помнишь каждый знак, каждый светофор. Ты знаешь все, что где было. Ты помнишь, какого цвета у тебя были рукава, потому что ты смотрел на руль вот так вот. А потом это автомат. И мы с вами в жизни проживаем на автомате. У нас с вами заходят и выходят мысли бесконтрольно. Абсолютно бесконтрольно. И что получается? Кто-то в тот кабинет забежал. Что-то там происходит. Мы видим следствие. Какой-то пиздос, простите. А почему мы не помним? Поэтому первый наш момент, как я сказала, нам нужно включить сознание, осознанность. И наша задача научиться контролировать. Контролировать свои мысли. Мы начинаем это делать только тогда, когда мы понимаем причину. Вы едите много мандарин. И вам вкусно. Очень. На утро вы просыпаетесь весь в пятнах. Вы думаете, ёпсель, откуда у меня пятна? Вы продолжаете есть все, что вы ели, и опять едите мандарин, и пятен становится сильно больше, у вас начинается отечность. И вот вы понимаете, что какая-то лажа. Вы вызываете врача, он говорит, «У вас аллергия». Вы такие, да, странно, на что? Он начинает задавать вопросы, что вы ели, и вдруг вы доходите до мандарин. О, это мандарины. Интересно, мандарины или нет? Вы исключаете мандарины, проходит ваша аллергия, но спустя неделю или месяц вы решаете повторить эксперимент. Вы думаете, нет, это точно были не мандарины. Вы съедаете мандарину и видите, что да, это мандарина. Вот в жизни такая же история. Вы должны понимать, что все, что у нас есть в реальности сегодня, это отражение того, что есть вот здесь. И пока мы не выявим и не поймем закономерность, то, о чем я вам сейчас рассказываю, что из-за ваших херовых, бессознательных мыслей, которые падают на подсознание и затем работают как программы. А программа работает как? На энергетическом уровне вот эти все, что имеет вибрации, оно все притягивает к вам в ситуации, людей, эмоции и все, что только происходит с подобной вибрацией. То есть помните, мы же все знаем эту фразу «подобное к подобному». Это не просто так происходит, это не черная полоса, это подобное к подобному. И вы притягиваете к себе все ситуации и обстоятельства с подобной вибрацией. Но они у вас сидят в подсознании. Что такое, в чем разница между сознанием и подсознанием еще? Сознание – это то, чем вы управляете. Вы идете, например, и говорите «Блядь! Ну чье?» Потом думаете, что я делаю? И вы себя остановили. И вы говорили себе «Не-не-не, никаких блядь, никаких вообще». Вы выдохнули и сказали «У меня сейчас будет прекрасное настроение, из-за чего я рассердился?» «Почему я на это рассердился?» «Ну это же глупо, я это понимаю?» «Да, но я все равно рассердился». «Окей, давай мы сейчас переключимся». И вы себя сознательно, как ребенка, переключаете. Ребенку вы что говорите? «На тебе мороженое, пойдем». Вы переключаете внимание. Когда вы сознательный человек, работающий с собой, вы говорите «я не буду находиться в этом настроении». Или вы говорите своему супругу, как я своему говорю «Ты что, с ума сошел?» «Что ты сейчас делаешь?» «Зачем ты сейчас злишься?» «Что ты сейчас этим добьешься?» «Ты добьешься, что ты сейчас весь разъяришься?» «Ты притянешь в свою жизнь кучу говна и будешь это разгребать». «Что ты делаешь?» «Иди покури, блин, я не знаю, побегай». То есть мы даем себе возможность переключиться. Когда этой осознанности нет, человек в заносе. Его несет, у него машина без управления, он растерян, забыл, как водить, и в итоге он оказывается где-то в стене, с переломанной ногой. Хуяк я это называю. Знаете, хуяк? «Зачем ты это сделал?» Когда мы не контролируем… В чем опасность дальше? Когда мы не контролируем свое сознание, оно потом каким-то образом… Например, вы врезались в эту стену, и когда вы врезались, вот с этой сильной эмоцией оно падает в подсознание. Ваш колодец проваливается, проходит в кабинет. А проходит в кабинет, как-то записавшись. Как вы это интерпретировали в этот момент, вы потом не вспомните. Но, может быть, у вас интерпретировалось, что, блин, мой муж – козел, из-за него одни проблемы, я из-за него врезалась. Идиот! Если бы не это дебилище! И потом вы не понимаете, почему вы все время ненавидите своего мужа. Почему у вас все время отторжение к этому человеку. Почему, чтобы хорошего он вам не сделал, вы ненавидите этого человека. Вы не можете этого понять. Вы вроде как в состоянии сознательном, все окей, потом опять у вас на него какая-то злость включается в какой-то момент. Помните, когда вы говорите, я как будто бы меняюсь, в меня как будто бы кто-то вселяется другой. Вот он у вас вселяется, это ваше подсознание запускает знакомую программу. Оно у него, оно сидит там на кнопочках, и все, и оно ничего не решает. Оно просто запускает программу, потому что помнит это. Теперь давайте рассмотрим следующий момент. Вы должны понимать, что ваш разум все время болтает безумолку. Разум – это тот, кто болтает, тот, кто друг вашего сознания. То есть разум – это такой пиздежник, простите, который все время вашему сознанию что-то засовывает. Все время, бесконечно. О, смотри, мы включили эфира, вот чашка, вот у нее колпачок, интересно, где ручка от этого колпачка? О, свет включили. Так, 17-26, надо ехать за ребенком. Давай там это, а что у тебя носки серого цвета? О, какой-то козел там что-то написал. Может, ты не будешь ругаться все-таки в эфире? Вот это все происходит в вашей голове. Он все время болтает. У нашего сознания с вами есть три свойства. Помним, сознание – это ведро, которое есть в колодце, да, с водичкой чуть-чуть. И сознание – это наше приемное. У него есть свойства. Первое – это постоянное движение. В ведро постоянно что-то наливают, а в приемную все время приходят. Первое – это все время есть. Второе – нас норовят все время обмануть. Наше сознание все время делает, простите, пиздобольство. Оно все время говорит, ты сейчас прав, зачем ты это делаешь, тебе это не надо, ты сейчас это… А все время норовит каким-то образом нас отвлечь. Постоянно. Да, вы взялись вроде бы работать, оно говорит, тебе надо срочно зайти в Инстаграм. Вы взялись вроде бы что-то серьезное делать, оно говорит, давай сегодня поспим, плохо, голова болит, сегодня магнитные бури, и вообще ты можешь заразиться коронавирусом, лучше тебе никуда не ходить, давай лучше выпьем, давай съедим, давай не пойдем в зал. У него всегда есть программа и объяснение, почему этого делать не надо. У вас есть в голове обманщик, который всегда расскажет вам, почему изменения вам не нужны. Почему та галименькая жизнь, которая у вас есть, тоже ничего. Почему она лучше, чем любое другое изменение. И, наконец, третья сводка – это то, что у вас очень много бесполезных мыслей. То есть в голове, если бы мы очищали свою голову, то мы бы увидели, что 90% мыслей, которые у нас есть, они нам вообще не нужны. Вот не надо ни про этот колпачок думать, ни про эту чашку, ни про… Вот тут вообще об этом не надо думать. Но мы с вами так не можем. Мы не можем с вами вычлениться и конкретно сделать. Вот представьте себе, чтобы вы были суперэффективными людьми и за день делали только те дела, которые вам реально нужны. Вы вообще представляете, первое, сколько бы вы дел сделали, второе, сколько бы времени у вас было свободного. Потому что иногда проиграете в голове день, который вы прожили, и вы увидите, что 99% времени вы вообще и просрали просто. Вообще непонятно, чем вы занимались. Вы там мыли какую-то чашку, вы с кем-то о чем-то говорили. Это вообще все можно было вообще исключить из вашей жизни. Вы просто проебали кучу времени. Ну, давайте называть вещи своими именами. Я очень люблю вот эти колоритные словечки, потому что вот эти вот «ну, на самом деле, э, э, пятачок, Карлсон». Нет, надо говорить себе правду. Итак, подсознание ваше, оно, мы сознание разобрали, подсознание постоянно вибрирует в своей энергии и притягивает то, что мы ему дали. То есть то, что мы в сознание заложили, что провалилось, подсознание на этой частоте. То есть представьте себе, что ваше подсознание все время питается вот этим шлаком непонятным. Мы говорим, почему я не могу в жизни продвинуться? Почему я не могу достичь своих целей? Почему я не могу получить новые результаты? А вы подумайте, чем вы заняты целыми днями. Вы просто подумайте, чем вы целыми днями заняты. Какие мысли у вас в голове? Как? Если вы решаете все время проблемы бытового уровня, все время, как вы можете двигаться по целям, увеличивать свою прибыль там, становиться лучшей версией себя, если вы целыми днями решаете просто бытовуху и никак не двигаетесь. Да, в нашей жизни действительно много бытовухи. Действительно. У нас есть дети, мы, когда нету детей, вот я сейчас думаю, у меня двое детей, занимает огромное количество времени. Но что я делала с тем временем, когда у меня не было детей? Вопрос. Вообще прокрастинировала. Сейчас моя эффективность в десять раз выше, потому что я знаю, что мне нужно успеть все, что надо мне успеть, и еще то, что надо успеть моим двум детям. То есть я сейчас живу как бы за троих, потому что я и тут, и там, и там. И я не хочу ни одной жизни пустить на самотек. Соответственно, наша с вами задача добраться до нашего подсознания. Потому что все, что у нас записалось в подсознании, это является тем, что мы каждый день в своей жизни получаем. Как нам добраться до подсознания? Значит, первое, что мы должны с вами знать, это то, что мы способны контролировать свои мысли. Вообще, зачем я вам это все рассказала? Чтобы вы понимали, как это выглядит на самом деле. Чтобы вы увидели, что да, это реально так выглядит. Но мы с вами люди, которые привыкли работать с теми мыслями, которые есть в нашей голове. Это вот из серии «Дайте мне», «Расскажите мне», «Ну, мне это дали», «Мне это рассказали», «Мне…» Вот вы должны понимать, что вы до этого момента вы жили в ситуации, когда вам все давали. Причем давали, черти шоу. Знаете, мне надо, мне не надо. Вы получали просто то, что вам кидали. Кому-то повезло, кому-то что-то получше кидали, кому-то шлак. 80% всего, что вам кидали, это был шлак. Шлаковая работа, шлаковые мысли, шлаковые друзья, знакомые, вы с кем-то знакомились. Почему шлаковые? Вы пошли, познакомились, вы бы с ними никогда не дружили, но вы с ними в институте в одном учитесь. Поэтому человеку никогда бы руку не подали, но он мама вашей подружки и так далее. Вы находитесь в шлаке. Вот вы должны это осознать. 80% вашей жизни шлак. Сделайте это упражнение сегодня, пропишите вашу жизнь, и вы увидите, что 80% того, что есть в вашей жизни, вы бы сами себе не выбрали. Если бы я вам сказала, вот вам корзиночка, положите себе людей, с которыми бы вы хотели общаться, которые бы вас сформировали. Посмотрите, кого бы из друзей вы бы положили в эту корзиночку. Посмотрите, какие бы в доме в своем, что бы вы положили в эту корзиночку. Если бы я сказала, вот этот статус, это тот пример, какой жизнь вы хотите жить. Вы увидите, что этого будет мало. Вы увидите, что 80% с вами просто случается. А теперь есть такое замечательное правило. Вселенский закон, который гласит, что мы имеем с вами право выбирать жизнь, а наша жизнь состоит из наших мыслей, потому что это вибрации, а всё в квантовом мире – это вибрации, по собственному выбору. И получается, что мы с вами этого не знали. А соответственно, всё, что нам кидали, мы считали, что наша жизнь – это то, что нам кидают. А оказывается, представьте себе, вы стояли возле огромного такого здания, и вам все кидали, и вы были счастливы. Классно как, как у меня всего много, мне всё кидают, какие добрые люди. И тут вдруг иду такая я на каблучках. И кто-то из вас такой говорит, ну какая вы? А я говорю вам, а что вы тут стоите? Вы говорите, а что вы? Я говорю, ну что вы тут стоите, возле этого дома, большого? А вы говорите, ну мы тут стоим, нам все что-то кидают, дайте нам что-нибудь, пожалуйста. А я вам говорю, смотрите, и беру вас за руку, говорю, идёмте. Вы так с опасочкой идёте за мной, мы так с вами проходим, я открываю дверь, вы смотрите, а там просто нереальной величины огромный, преогромный магазин, огромнейший. И там такие отделения, дома, друзья, одежда, кем я хочу быть, и корзины огромные стоят. Я вам говорю, так вы знаете, что все, кто вам кидал, они же из этого магазина выходили, они себе брали, но потом, когда доходили, понимали, что вот это они зря взяли, они вам кидали. А вы говорите, а как это взять? Я говорю, да вот тележку возьмите, идите, набирайте. Вы говорите, а что надо за это? Я говорю, да не, ничего, просто надо осознанно выбирать. Вот так выглядит наша жизнь, на самом-то деле, потому что до этого момента вам все кидали. А теперь представьте себе, что вы можете выбирать мысли по собственному выбору. И когда вам кто-то говорит, что жизнь дерьмо, или когда вам говорит ваша мама, давайте обсуждать проблемы, вы можете сказать, прости, если я сейчас начну обсуждать проблемы, то я буду находиться на вибрации проблем, себе сказать, я буду притягивать в свою жизнь, это говнище, а я не хочу. Я хочу думать по-другому. Я хочу в супермаркете перейти в другой ряд проблемой, пусть кто-то другой к ним идет. Вы должны осознать, что каждая ваша мысль, это ваша некая жизненная позиция. И когда вы говорите, я боюсь денег, деньги не для меня, вы на этой вибрации притягиваете только это. Это первое осознание. Когда вы говорите, я не достоин, мне страшно, у меня никогда этого не будет, это все имеют эти люди, потому что они, неважно какие, вы себе ставите заборы. Вы как собака, стоящая под магазином, боящаяся даже в него зайти. Вы говорите, вот только что говорят, а как это материализовать, а как я туда зайду, а вдруг меня выгонят, а вдруг я возьму, полезу на верхнюю полку, а на меня ящик упадет, и я умру. Ха-ха, нашли дурака, я тут лучше возле магазина постою. У вас в вашем подсознании, в приемной пропустили такое количество программ, что вы слушаете это и думаете, обкурившаяся телка дурная. Я лучше буду в своем галимом, но реальном мире. Вот так вот, сколько заплатили, мир все равно говно, коронавирус говно, зеленский говно, Путин хуйло, все это блядство, и я такой один классный. Вот такая жизнь будляческая присутствует. Я стараюсь не думать даже об этом, потому что я-то знаю, чего стоят мои мысли, и если я об этом подумаю, то непременно это к мою жизнь придет, мне этого не надо. Но представьте себе, что теряете вы. И в вашем подсознании вот это все не дает вам пройти в ваш магазинчик. И первое, что вы должны осознать, это то, что вот та реальность, которая у вас есть, вот с теми запретами, с теми ограничениями, страхами, это все то, что пропустило ваше подсознание. И ваше подсознание, оно, у него есть такая история, у него нет никакой силы воли. Ваше подсознание, вот что туда попало, в колодец, там некому выбросить. И для того, чтобы вам начать с этим работать, первое, вам важно понять, что нужно посадить в приемную тетку или робота, и нужно контролировать свои мысли. Для этого очень простым образом я делаю такое упражнение, я каждый день говорю своему сознанию. Утром и вечером, дорогое мое сознание, я хочу тебе напомнить, что ты у меня сторож, страж ворот в мое подсознание. Ты у меня отвечаешь за ту жизнь, которую мы будем с тобой иметь. Потому что, если кто-то прорвется, будь это плохое настроение, состояние, плохие мысли, истерики, какие-то негативные ситуации в наше подсознание, то у нас с тобой будет аллергия. Но эта аллергия будет отражаться в нашей жизни. Когда начинается пиздецок в жизни, я это называю аллергией. Я сразу же думаю, что я употребляла. Кого мое сознание, я иду к нему и говорю, а теперь давай-ка мне список всех, кто проходил. Кого ты пропускал. И мое сознание, у него есть специальные аппараты, техники различные, с помощью которых мы удаляем негативные мысли. Они же не могут не приходить. Они в приемную приходят. И моя задача, когда я чувствую, что эта мысль начинает меня разъедать, и она может прорваться, есть специальные техники, которыми мы занимаемся, стрирайтовцами, когда мы удаляем эти мысли. То есть наша задача разобраться с разными эмоциями, которые поступают. Поставить охранника, фейс-контроль, это же не значит, что к нам теперь будут идти все только классные. Нет, периодически будут попадаться прыщавые подростки, которые будут делать вид, что им уже 18 или 20, и они уже вообще очень крутые. У нас должен быть классный дядя-охранник. К нам тоже мысли периодически будут пробираться такие, знаете, которые будут нас оправдывать. Вот когда утром ты просыпаешься, а тебе там говорит тогда, ой, да мы сегодня не пойдем с тобой на тренировку, это тоже ваш вредитель. Потому что мы сегодня себя не очень хорошо чувствуем, потому что у нас послезавтра будет важное дело, и нам сегодня надо, ты говоришь, так, малолетка, пошел вон. Я сегодня иду на тренировку, потому что я занимаюсь своим телом, которое я люблю, потому что я люблю себя, и потому что я запланировала это. Малолетка вышел, и таким образом ваше сознание укрепляет барьер, а ваше подсознание вибрирует на чистоте. Я тренируюсь, я люблю себя, я ухаживаю за собой. Это очень-очень-очень важный момент. Как я проживаю сегодня? У меня есть много по этому поводу техник. Для этого вы можете приходить ко мне учиться. У меня для этого есть замечательные программы, вы можете приходить ко мне на обучение. Я, по-моему, даю очень много бесплатного материала, не могу объять все, поэтому рассказываю вам какие-то кусочки, чтобы вы понимали, что если вы над этим системно круто поработаете, то вы однозначно получите офигенские результаты. Так, давайте вернемся. Значит, поэтому наша задача первая, это в приемной навести порядок, то есть, чтобы наше сознание, да, которое у нас есть, наше сознание, мы поняли, что к нему нельзя пропускать, то есть, оно должно быть фильтром, оно должно контролировать мысли, эмоции, ощущения на уровне вот этого разбора. Когда ты сам, никогда с тобой все это произошло, оно упало в подсознание, и ты потом чувствуешь себя плохо. Если ты уже чувствуешь себя плохо, значит, у тебя уже провалилось, значит, уже к боссу в кабинет зашли. Наша задача сказать, так, ребята, давайте разберемся, кто вы, что вы, по какому делу, нудно, знаете, устроить допрос себе, почему я это чувствую, почему мне это неприятно, что именно сейчас, не просто наорать на кого-то, знаете, сказать, все, ты козел, я не хочу с тобой дружить, да, или там, все, я не хочу этого, все, мне ничего не надо, а разобраться, почему я себя так ощущаю, что в этом такого, что в этой ситуации меня зацепило, почему вдруг я на это среагировал, устроить себе такой ближайший разборчик. Значит, это первое. Второе. Второе, это, что мы должны осознавать, то есть, что мы охраняем, да, наши границы сознания. Теперь, что делать с тем, когда это уже сидит в подсознании? Нужно выявить. Прежде всего, если в нашем колодце есть какой-то неприятный вкус, у водички, надо выявить. Выявить, из-за чего это? Нам нужно нырнуть вглубь. Нам нужно разобраться. Разобраться. Вот что мне удалось найти в интернете. Спасибо большое. Спасибо, моя помощница. Нам нужно с этим разобраться. Существуют определенные, опять-таки, техники, которые мы уже используем непосредственно в марафоне. Почему? Потому что это долго. Это, ну, не то, что долго, это работа определенная. Это системная работа, с которой нужно по частям разобраться. Наша задача достать в себе негативные наши убеждения, которые дают нам то поведение, которое у нас есть. То есть, это поведение касается, почему мы не зарабатываем, почему мы не можем построить нормальные отношения, почему мы не можем себя ценить и уважать, почему мы не можем пробить финансовый потолок, почему мы не можем развиваться, почему мы болеем, это касается и болезней, почему наши близкие люди все время манипулируют нами. У нас есть множество этих моментов, И это вопрос подсознания. Это происходит потому, что когда-то кто-то прорвался в ваше подсознание. В детстве родители делали это очень часто. Они вообще записывали нам программу. Они нам говорили нашему подсознанию напрямую. Наше сознание в детстве вообще никакой тети там не стояло. Кто зашел в приемную, сразу же попадал в подсознание. Если родитель сказал, что вот так делать нельзя, потому что с тебя будут смеяться, то ты всю жизнь это не делаешь и не понимаешь почему. Если родители в детстве сказали, что ты не умеешь петь, тебе медведь на ухо наступил, то 95% людей больше никогда не пробуют петь. Потому что это сразу же легло в подсознание. Мой папа когда-то сказал, что у меня кривые ноги. Я услышала фразу «кривые ноги», она меня очень впечатлила. Я подошла к папе, который смотрел телевизор и спросила, «Папа, у меня ноги кривые?» Он сказал, «Конечно». И я не носила шорты до 30 лет. А, он еще сказал, и толстые. Я до 30 лет не носила шорты. Пока в 30 я вдруг не осознала, что у меня охуенные ноги. Просто охуенные ноги. И все. Но это произошло в 30. Посему это вторая история. Третья история. Когда мы с вами из подсознания что-то достаем, нам на место вырванного нужно посадить что-то новое. И вот эта история как раз самая главная. Потому что для того, чтобы мы с вами запрограммировали новую жизнь. Помните, я сказала, что мы имеем с вами возможность выбирать мысли по собственному выбору. Мы-то мысль выбираем. Но мы же прекрасно с вами понимаем, что если мы себе скажем, например, я привлекаю деньги, или у меня очень красивые ноги, или я очень сексуальная, или неважно, я зарабатываю в месяц 100 тысяч долларов. Мы с вами догадываемся, что сразу это не произойдет. И это то, что вы должны знать о подсознании. Что для того, чтобы, зачем мы это повторяем. Это история про аффирмацию. Такое название аффирмации мне не очень нравится, она какая-то эзотерическая. На самом деле нет. Что такое аффирмация? Аффирмация – это многократное повторение любой фразы. Ты козел – это тоже аффирмация. Давайте, чтобы вам было понятно. Если вы будете своему мужчине каждый день тысячу раз говорить, что он козел, поверьте, он очень быстро в это поверит. Он даже будет откликаться, когда будет говорить «Эй, ты козел!» Он будет поворачиваться, потому что у него уже будет это срабатывать. Так вот, подсознание, мы можем добраться до нашего подсознания путем многочисленных повторений. И поэтому все ментальные практики, которые мы делаем, они основаны на постоянных повторениях с помощью разных методологий, которые помогают просачиваться в подсознание. Потому что, как я сказала, что если часто повторять ты козел, человек в это поверит, его подсознание в это поверит и начнет даже себя вести немножко козловато. Он же козел, ему можно. Я козел, я поэтому могу себе позволить такое. То же самое происходит со всем остальным. Мы, когда мысль многократно повторяем с помощью разных упражнений, мы ее проваливаем в наше подсознание сами. Мы ее сами пропускаем в кабинет директора, сами ее кидаем в наш колодец. И спустя какое-то время она приобретает силу, она наслаивается и приобретает плотность. А как вы помните, каждая мысль – это энергетическая вибрация. А если мыслей много, это как стопка на скоб, большая, да? Вот одни носочки очень тоненькие, но если вы сделаете стопку, они станут массой и даже тяжелой, а одни легкие. И вибрация увеличивается. А вибрация любая, даже маленькая, она притягивает к нам все на этой волне. Но чем больше мы увеличиваем эту энергетическую вибрацию, тем больше мы к себе это способны притянуть. И здесь уже зависит очень много факторов. От того, насколько много у вас негативных убеждений, от того, на каком уровне развития вы находитесь. Это не важно. Это от этого зависит, но факт остается фактом. При регулярной работе это работает у каждого. Это, ну, это вот общее такое. При регулярной работе, точно так же, как и слух, да? Даже если у человека нету слуха, если он будет постоянно заниматься, он может развить слух. Здесь такая же абсолютная история. Вот точно такая же. В чем еще фишка? Фишка в том, если мы вернемся к квантовой с вами энергии, что подсознание соединено со всем сущим. То есть наше подсознание, которое вот, да, у нас приемное, у приемной выход к, не знаю, какому количеству, миллиарды, триллионы других приемных. То есть представьте себе такой круг бесконечный, и везде приемные. А когда дверь открывается, то все попадают, то есть человек попадает к шефу, а от шефа, такой, знаете, как лепесточки, а от шефа есть общий круг, где все шефы соединены между собой. И у вашего шефа, у вашего подсознания, которое в приемной вы охраняете вход, у него есть связи абсолютно со всем. И когда вы доходите до шефа и говорите, мне нужно это, шеф может договориться сразу же об этом. То есть наше подсознание соединено энергетической паутиной со всем. Наше сознание нет, а когда попадает в подсознание, это то, почему наши желания исполняются, галимые в том числе. То, почему, когда вы о себе плохо думаете, у вас это все очень быстро появляется. Потому что наше подсознание имеет выход сразу же, сразу же. Да, интересненько так получается, что когда мы хотим чего-то хорошего, почему-то выход не так быстро. Я об этом думала, и я поняла, для себя я нашла такое объяснение, что поскольку все-таки большущее, огромнейшее количество времени мы находимся в бессознательном, то есть мы вообще не задумываемся о том, как мы строим свою жизнь, мы ее не строим, мы ее просто проживаем, то у нас количество, конечно, вот этого шлака негативного почему-то по умолчанию сильно много. Родители гораздо чаще в детстве говорят о том, что у тебя не получится, как в жизни все тяжело, как нужно сражаться, хорошо учиться, преодолевать препятствия. То есть родители настраивают такое количество барьеров, что когда мы вырастаем и уже начинаем разбираться с этим, мы понимаем, что нам нужно сначала расчиститься, нам требуется какое-то количество времени на расчищение вот этого всего. Поэтому еще одна наша мотивация развиваться самим, чтобы облегчить жизнь своим детям, чтобы наши дети не должны были такое, они все равно будут количество барахла переживать. Вы же понимаете, что все равно любые препятствия будут в нашей жизни, так или иначе. Но мы будем называть их временными препятствиями. Мы будем воспринимать препятствия в своей жизни как барьеры для роста. И мы будем точно знать, что они временные, а не воспринимать это как черную полосу нашей жизни. И наши дети, как бы мы их не воспитывали, мы все равно им подарим букетик проблем по-любому. Все равно мы им что-то наговорим. Но если мы будем фильтровать это и уберем хотя бы половину от того, что дали нам наши родители и наше общество, то, простите, мы значительно облегчим им жизнь. Ну, я считаю, что так. И следующий нюанс, который я хочу, чтобы вы понимали, это то, что наш разум, который у нас есть, наше сознание, помните, оно бесконечно думает мысли, оно бесконечно находит объяснение и оправдание всему, что с нами происходит, почему у нас нет денег, почему у нас и так хорошо, почему нас любят, не любят, почему оно все время знает на всю причину. Вот вы можете задать себе любой вопрос, почему у меня сегодня в жизни вот так, и услышать, что вам ваше сознание расскажет. Это сознание вам ваше рассказывает. Вот. Оно вас утешает всегда. И это, кстати, хорошо, потому что, если бы мы слышали правду, то мы бы чаще жизнь самоубийством заканчивали. Но мы с вами же хитренькие. Мы же хитренькие. Мы должны понимать, что если наше сознание, разум наш, да, он разум, болтун у нас с разумом, сознание это типа комната, а болтун это у нас такой пиздецок, который приводит всех наш разум в наше сознание, в приемную в эту закидывает за руки. И вы должны понять очень простую штуку, что наше сознание очень любит, наш разум очень любит рассказывать истории. Но давайте будем хитрые. Сериалы же смотрели, вот у меня, надо признаться, я, значит, себе сделала ночной сериал. У меня была перестройка по времени недавно, я очень поздно ложилась, я не могла ничего уже делать. Я решила найти себе какой-нибудь умненький сериал, потому что я не смотрела очень долго, честно. И я начала смотреть сериал, который называется «Форс-мажоры». Потому что там симпатные мужички. Ну, мне нравится, мне симпатичный мальчик, что в этом плохого? И он умненький такой, очень прикольный. И они все время находят какие-то интересные вот такие перипетии, события делают, и все время находят, какую правильную историю, это сериал про адвокатов, какую правильную историю вложить, значит, и как-то там ее переложить. Так вот, к чему я вам это говорю? А говорю я вам это к тому, что наш разум любит истории, вы должны быть хитренькие. И вы должны понимать, что либо он будет, значит, приводить всех, кого он видит на улице и отовсюду, эти мысли, либо вы ему сами будете подкидывать эти истории. И ваша задача додуматься до этого и решить, какие истории вы ему хотите подкинуть. Если он всех берет за руки и приводит в приемную к сознанию, которая потом фильтрует и проводит к подсознанию, так приводите ему правильных людей в приемную, а в нашем случае правильные мысли. Создавайте себе эти мысли, придумывайте интересные истории о себе успешном. Это то, собственно, на чем построен мой рерайтер жизни. Когда я вам предлагаю решать и создавать свою жизнь не путем того, что у вас есть сегодня, а путем рассказывания своему разуму, написанию той жизни в деталях, которую вы хотите иметь, и рассказывать ему об этом так, как будто бы вы ее уже имеете. Потому что, если я сейчас вас попрошу закрыть глаза и представить себе, что прямо сейчас вы стоите перед домом своей мечты. Это большой белый дом с прозрачными окнами в пол. И когда мы открываем с вами дверь, откройте дверь, зайдите, вы увидите огромный бассейн прямо перед вами, 400 метров. Впереди будут большие прозрачные окна в пол, и вы увидите сосны, которые находятся за окном, покрытые снегом. Пол очень теплый, разуйтесь, пройдитесь по этому полу. И прямо сейчас вы разденетесь и нырнете в этот бассейн, зная, что у вас самое красивое тело, о котором вы всегда только могли мечтать. В этом доме больше никого нет. Как только вы прыгаете в бассейн, зажигаются повсюду маленькие фонарики, это очень приятное освещение, и играет ваша любимая песня. Наше сознание и подсознание очень любят картинки. И когда вы создаете эти образы и начинаете проигрывать их в своей голове, вы меняете в своем сознании мусор, который приходил к вам до этого, на те файлы и картинки, которые вы хотите, чтобы у вас были. Да, с этим нужно работать. Да, просто это создав, ничего не произойдет. Но однозначно произойдет, когда мы начнем с вами каждый день над этим работать. И когда вы вместо того, чтобы смотреть бесконечные сериалы, слушать всякий шлаг и решать проблемы, которые валятся на вас, как будто бы снежный ком, вы начнете создавать по крупицам свою реальность и разбираться с тем, как работает ваше мышление. Вы начнете понимать на таких простых примерах, которые я вам даю, что с вами происходит, как устроен этот мир, как ваши мысли, как ваше состояние формирует и создает вашу реальность, почему с вами происходит то, что происходит, и как сделать так, чтобы с вами происходили совершенно другие вещи. И какие вещи вы хотите, чтобы с вами происходили? И какой дом у вас должен быть? И какая ваша любимая композиция? И как, блядь, должно выглядеть ваше идеальное тело? Ведь вы никогда об этом не думали в большинстве своем. Вопросов слишком много. И наша задача с этим разобраться. И это то, чем я занимаюсь. Это то, чему я себя посвящаю. Это то, про что рерайтер жизни и про что идет дальнейшая вся наша движуха. Да, я не типичный тренер. Да, я ругаюсь матом. Да, я резенькая. Да, я провожу офигенные медитации. Но я не эзотерик, и я не человек, которого вы можете увидеть немножко по-другому. Я обычный человек, который безумно любит жизнь, который обладает безумной энергетикой, от которой его штормит. И это мой дар, который я просто отдаю, потому что я понимаю, что вот это мое. Я человек, который читает огромное количество книг, проходит тренинги, практик и ежедневно делает то, о чем он рассказывает. Я человек, который зарабатывал миллионы долларов и не знал потом, за что заправить свою дорогую машину. Я разный человек. Я живущий человек. Я человек, который идет, ошибается, поднимается, но я человек, который страшно любит делать то, что он делает. Я человек, который может вас провести. Хотите вы со мной идти или не хотите, это уже дело ваше. Рерайтер жизни длится месяц. Это месячная программа, после этого у нас есть клуб, где мы изучаем уже различные практики. Но это уже совсем другая история в контексте того, что рерайтер жизни – это погружение, это тест-драйв на то, готовы ли вы над собой работать, готовы ли вы воспринимать такую меня, готовы ли вы быть в бешеном темпе, потому что я не дам вам ни дня сидеть, потому что я бешеная, я буду заставлять, я буду дергать, я буду кричать, я буду гладить, я буду с вами плакать, я буду, я буду, я буду находиться в каждом сантиметре вашей жизни, потому что мне это важно, потому что я в этом живу. И я очень сильно хочу, чтобы как можно большее количество людей научились жить по-другому, не существовать, не ждать, не говорить, ну я хочу волшебный пендель. Да нет никаких волшебных пенделей. Есть работа над собой, которая доставляет невероятный кайф, когда вы видите, как вы меняетесь, когда вы начинаете осознавать мир совершенно по-другому. Мэри Райтовцы, за которыми я наблюдаю каждый раз, а у меня уже сейчас идет девятый поток, если я не ошибаюсь, это потрясающе. Это просто потрясающе, что происходит с людьми за короткий промежуток времени. Да, вы не сразу разбогатеете, да, ваша жизнь не сразу перевернется, не буду вам врать, вы сейчас осуществите свои желания. Это не про осуществление желаний, это про полную перепрошивку своей жизни, это про новое умение жить, про любовь к своей жизни, к себе и изучению себя. Это про то, чтобы стать мастером своей жизни. Я не побоюсь этого слова. Это про это, это про путь, где не прокрутить мою жизнь, дайте мне пульт, потому что пиздец, каждый день похож друг на друга, и сегодня плохо, и завтра плохо, и опять некому подарки купить, не за что купить, поехать на отдых не могу, ни черта не могу. Это не про это. Это про то, чтобы наконец разобраться с этим. И вот за этим я вас могу к себе пригласить. У нас следующий поток рерайтера жизни будет 2 января. Раньше не будет. Сейчас идет декабрьский поток. Я вас приглашаю присоединиться. У нас пока что еще не очень большая цена. Она в принципе не очень большая, но она у нас увеличивается к моменту старта. Сейчас она ниже. Ссылка под видео в YouTube будет, в Instagram. Ссылка стоит у меня в профиле, в моем профиле. Вы можете зайти. Если вы что-то не можете найти, вы всегда можете написать мне в директ. Я вам обязательно отвечу. Я вас приглашаю, потому что это офигенно. Я нахожусь на своем месте, и вам в этом тоже сильно повезло. Знаете, есть люди, которые инфобизнесмены, есть люди, которые зарабатывают деньги. Я обожаю деньги, я обожаю инфобизнес, но я действительно обожаю то, что я делаю. Я прекрасно в этом разбираюсь. Поэтому у меня хватит и силы, и мотивации, и наглости, и ласки, и хлыста для того, чтобы вы смогли дойти до результата. Но при условии, что вы тоже будете этого хотеть. Потому что если хотеть не будете, пойдете как нафиг. Вот так вот. Спасибо всем большое за то, что вы были в этом, точнее, на этом эфире. Уже все начинает заплетаться. Я вас очень попрошу не быть ленивыми, не быть неблагодарными, а написать несколько слов после того, когда я публикую этот эфир. Пожалуйста. Это важно для меня, и это важно для людей, которые, возможно, увидят этот эфир, и для них это станет толчком. Очень много людей, которые смотрят эфиры, случайно потом говорят о том, что, ёптель, это же ни хрена не случайно. И это правда не случайно. Я вас обнимаю. Если эта тема интересна, кстати, вот что важно, напишите, я сделаю продолжение, потому что о сознании и подсознании есть еще о чем поговорить дальше. Если вам это интересно, напишите тоже в комментарии, пожалуйста. Я тогда сделаю часть 2. Все. Обнимашечки, поцелуйчики всем и до скорых встреч. Пока. Пока.